В сегодняшнем видео я покажу, как закоптить рыбу самым простейшим способом и в самых элементарных условиях. Что нам для этого нужно? Нам нужно, как всегда, разжечь огонь. Костер у нас красивый, природа у нас очень красивая. Главное, дров не жалеть, распалить хороший костер, чтобы были хорошие угли. Выбираем рыбу, которую мы будем коптить. В данном случае я выбрал хека. Рыбу нужно разморозить, помыть. Берем вот такую вот формочку, которая продается в любом супермаркете. Она из фольги. Насыпаем туда фруктовую щепу. Или вот такие, как в данном случае у меня ветки с вишней. Все делается элементарно, просто. Берем нашу рыбинку. Натираем нашего хека солью. Тщательно натираем и снаружи, и внутри. Делаем это, повторяю, тщательно, чтобы оно равномерно все было у нас соленое. Вот так вот все красиво получается. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем нашу будущую коптилку. Вот она. Берем шампура и протыкиваем вот так вот. Оно все элементарно легко протыкивается, потому что это фольга. Я решил взять три шампура. Я считаю, этого будет достаточно. Для чего мы это делаем? Делаем мы это для того, чтобы сверху у нас легла рыбина наша. В емкость нашу мы добавляем немного воды, чтобы наша фруктовая щепа была немножко в воде. Берем нашего хека и вложим вот так вот в серединку аккуратно на шампура. Зачем шампура? Шампура для того, чтобы рыба не лежала сверху на веточках. Берем такую же емкость, проделываем в ней отверстия ножиком. Это для того, чтобы выходил дым через них. Вот так вот сверху ложим на нашу коптилку. И все аккуратно скрепляем, чтобы получилась цельная емкость у нас. Скрепляется все легко, потому что все сделано, напоминаю, из фольги алюминизированной. Все плотненько-плотненько закрываем. Когда мы все закрыли, ставим это дело на наши угли. Костер догорел. Вот так вот все это коптится у нас. Коптится все, вот такая одна рыбина, около 20 минут. Выжидаем, когда 20 минут прошло. Берем и снимаем нашу коптилку. Даем немного остыть, чтобы можно было руками прикоснуться потом. Открываем наши две половинки. Все делаем аккуратно. Главное не обжечь пальцы. Аромат исходит просто. Неимоверно вкуснейший. Вот так вот все у нас красиво получилось. Всем приятного аппетита. Смотрите наши другие видео. Там очень много вкуснейших и простейших рецептов. Пробуйте готовить. Ничего не бойтесь. Все у вас получится.